Как работал Василий? Работал как на морозе, как обычно, по стариковски. Ну вот как в первый день или лучше? Первый день ролики смотрели как-то объявление Клео-то ушибка, уж медленно. Опыту поднабрался? Я такой и буду горбатого могилы исправить. То есть ты исправляться не хочешь? Да когда у меня на физическом уровне. Ну как же, Вася, ты обманываешь на физическом уровне? Когда с тобой стоишь, когда с тобой занимаешься, ты все быстро делаешь. Когда тебя нету, ты лукавый раб и ленивый. И могила тебя не исправит. Исправить тебя только Христос может, если ты этого захочешь, конечно. Но беда-то в том, что ты этого не хочешь, не хочешь над собой трудиться, ленишься. Как работал сегодня? Хорошо, плохо, удовлетворительно, отлично. По-стариковски ты, да, говоришь? Весь комблин, то есть... Понятно. Медленно. Сколько обклеил, да, мофта? Ищет там? Да, толку, то есть, их сдирают и все. Толку клеить, их сдирают и все, да. Ты и не клеил, наверное, не ходил. Ну, почему клеил? Поклеил маленько. Ну, а мог бы больше бы наклеить, если бы я рядом был, стоял. Конечно. Ну, а что мне с тобой ходить, бегать, что ли ты же не маленький ребенок? Почему ты со мной быстро работаешь, а без меня? Медленно. Так, куда торопиться? Смерть сама подойдет. Ну, а за смертью-то что тебя ожидает? Ну, погляди на меня. Да бог его знает. Где твоя душа окажется? В раю или в аду? Как ты думаешь? Ну, ты на исповеди был? Угу. Что тебе батюшка сказал? Ничего не сказал. Ну, а ты сейчас со всеми почему не ешь? За одним столом. Угу. Допустил тебя, батюшка, до причастия или нет? Так, до причастия. Ты же сам говоришь, это нельзя. Да, я мало ли чего говорю. Я знаю, что церковь должна за смертный грех отлучать от причастия. В частности, за блуд на 7 лет. Я ей спрашиваю, что тебе батюшка сказал? Ты исповедовал этот грех? Ну, какой блуд? Ну, какой у тебя был блуд, ты говорил? Да, я тебе наврал. Ничего не было, да? Не было ничего. А зачем ты мне врал? Ну, ты причепился как банный лес. Я думаю, поскорее бы отвязался бы. Да, и брякнул. И в попад. А на исповеди ты какие грехи называл? Ну, так... Это батюшка должен знать не те же. Ну, понятно, я не батюшка. Ну, то есть написано, признавайтесь друг другу в прегрешениях ваших. Я тебе признался в блуде. И ты мне поговорил душа в душу. Я три года в коридоре отстоял в оглашенных. Батюшка снял меня, опять допустил до причастия. У тебя такой же путь, если хочешь в Царство Небесное. У всех одинаковый. А участь лжецов в гиенне огненной. Ты лжешь мне постоянно. Тут ты сейчас говоришь, что я наврал тебе, то не наврал. Ты лукавый раб и ленивый. Есть такая притча про таланты. Какой у тебя, Вася, талант в бухте? Наградил какие-нибудь? Какой у тебя талант? А? Да все растерял. Все растерял. А что у тебя было? Какие таланты у тебя? Что ты потерял? Ты даже не знаешь, откуда считать. У тебя жизнь была до крещения и после крещения. Она как-то изменилась у тебя? Ну, поначалу изменилась, но потом мирская жизнь затянула. То есть покаяния в прошлой греховной жизни у тебя не было? Нет, ну, как, при крещении-то было покаяние. Было. Плакал, ты говорил, да. Слезное покаяние. Слезное покаяние. Ты хотел душу свою спасать. Для чего я тебя спрашивал, ты крестился? Что ты мне отвечал? Для спасения души. Для спасения души. Ну, а вот в таком состоянии ты вот сейчас, если умрешь, как ты считаешь, достоин ты Царства Небесного или недостойный? Доверь, конечно. Почему? Ну, как я могу быть достойным, если упал? Куда упал? Глеб. Добрый. Ага. Понедельник нет, сегодня вечером у меня нет. У меня группа завтра, если только. На 8, нормально. В 7 мне наберите, что, пожалуйста, еще. Скажите, что у вас все, ничего не поменялось. Как ты, Василий Павлович? Угу. 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 Ну, а ты до крещения любил одиночество? Так я в одиночестве и вырос. Постоянно люблю с детства одиночество. Ну, вот, в общем-то, ты сколько лет? Да, я не подсчитывал. Ну, в каком ты крестился? Ну, 60 лет на занятия начал ходить в ОГО. Десять лет назад, да? Сколько ты лет на занятия проходил? Ну, пока нас не выгнали. С 60 лет и до конца, как не выгнали нас. Ну, я уж не помню, сколько ты ходил. Да, 60. Как мне 60 исполнилось. Я 22 января, кажется, пришел на первое занятие. В каком году? Сейчас тебе сколько? 71? Ну, в январе я 60 лет. Считай. 48 года. Сколько лет ты на занятия-то ходил? Год ходил? А как ты попал? Я не подсчитывал, я говорю тебе. А как ты попал? 60 лет 22 января. Ага. А как ты попал на занятия? На занятия? Да. Игнать Тихонович Лавкин, университет. Тебя кто-то пригласил или как? Ну, я не знаю. Или Виктор Андреевич, или... Людмилу Степановну. Не помнишь, кто тебя пригласил на занятие? Не помню. Не помню. Ну, а как ты решил креститься-то? В каком году ты, Ивась, крестился-то? В 2011. В 2011. Семь лет назад. Как твоя жизнь изменилась после крещения? Ну, после крещения изменилась. В лучшую сторону? Или... Ну, изменилась в лучшую сторону. Ну, я говорю, я одиночество люблю. Ну, так... Так плотская жизнь затянул. А почему ты ходил-ходил на богослужение, перестал ходить? Ну, ты говорю, плотская жизнь. Ну... А что такое плотская жизнь? Ну, жизнь в миру. Как... Ну, как еще объяснить? Ну, а не в миру, тогда объясни как, ты понимаешь. Без чтения Библии. То есть, тот, кто Библию не читает, тот у тебя плотской и мирской человек. А тот, кто читает, тот не мирской. Так? Ну, как бы... Духовно надо над собой работать. Духовно надо над собой работать. А ты вот до занятий читал Библию? До знакомства с Виктором Андреевичем, когда тебе 60 лет было? Да... А требовательно так читал. А что дали тебе занятия по Библии у Игната Тихоневича? Ну, занятия подготовили к крещению. Ну, я не знаю, как, 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 как. Наверное, не до конца подготовился. Ты, когда крестился, ты чувствовал, что ты достоин быть звания христианина или недостоин? Какие чувства у тебя были? Ты говоришь... Не помнишь? Это надо со стороны кому-то... Со стороны виднее. Алло. Добрый день. В парке в 7 часов. Пожалуйста. Вот. То есть... Ты не можешь сейчас вспомнить, как... Ну, ты до крещения жил и после крещения. Как жизнь поменялась твоя? Ну, я тебе говорил. Поменялась. Поменялась, но потом... Не, ну ты... Потом мне не вознует. Как она поменялась у тебя в лучшую сторону? Ты стал читать Библию. Ну, была тяга к Библии. Читал Библию. Еще что? То есть, до крещения у тебя тяги к Библии не было? Ну, почему? Была. Читал. Любви не было. Готовился к крещению. Угу. Кто у тебя поручители были? Ну, Виктор Андреевич. А еще второй кто? Не знаю. Не знаешь. У тебя в Потеряевке там спрашивали о тебе, вопросы задавали какие? Перед крещением. Собрание было? Да, я уж не помню. Не помнишь? Ну, хорошо. А вот, потом у тебя тяга пропала в течение Слова Божьей. Потом ты охладел, ты говорил, да? Ну, я тебе говорю, люблю одиночество. Так, вот, скажи, затянуло. Ну, а если бы ты не любил одиночество, это лучше бы было или хуже? Как ты считаешь? Ну, конечно, лучше. А чем лучше? Ну, чем лучше? Ну, пчела и муравей одни же не могут быть. Так же и человек тоже в этом же родине. Ну, а пчела и муравей? Ну, а ты сейчас любишь одиночество-то? Нравится тебе одному? Ну, конечно. Как я могу? С деда, с младенничества, если постоянно один. У тебя семья была? Ну, семья была, но, я говорю, отец алкар. Мать постоянно сбежал. И поэтому ты полюбил одиночество? Ну, да. И поэтому женился? Нет, женился. У меня женили. Насилие? Да, я даже и не гадал, и не думал. Да, по случаю. А как тебя женили? Да я вроде рассказывал. Нет. Ну, брат, братова жена, и вот моя бывшая, с одной деревни, подруги. Ну, любил одну, переживал. И она, у ней как раз это, брата машиной задавил, а она тоже была в упадке, в переживаниях. Ну, и нас так свели. Я любил другую, а она не знаю. Ты говоришь, тоже в упадке, то есть ты тоже? Ну, она брата похоронила только что. А ты в каком упадке был? Ну, любил другую, я тебе говорю. А вот она не хотела. Неразделенная у тебя любовь такая была. Ну, и взяли нас, и с веленьей. Сыграли в свадьбу. То есть ты был против этой свадьбы? Ну, если не любил, как? А зачем? Любил другую. А зачем женился? Ну, это интересно, мурак. Ну, я откуда знаю. Я, если ничего не понимал, был в шоке от первой любви. Ну, в шоковом состоянии был. Что, ведь я ничего не соображал. Просто удовлетворить желание еще. Ну, нас женили, я тебе говорю. А с той, которую ты любил, она тебе отказала? Ты ей предложение-то делал? Да, конечно. Не один раз, наверное, да? Ну. А она замужем-то была, которую ты любил-то? Да. Нет, просто она. Хотя тебе сколько, Василий, лет тогда было? Ну, сколько, считай. Лет двадцать? Ну, после армии. Акалоид. После армии, да? Ну, Акалоид. И сколько вы с ней прожили? Ну, то сколько. Ну, сначала так. Ну, а потом, как родила. Ну, и что? Разлюбил? Или что? Ну, так я ее не любил. А, не любил. Разлюбил. Ну, как я ее? Ну, а потом... Если я не любил, как я ее разлюбил? Ну, в смысле, разошелся? Ну. Ушел от нее? Ну, начал расходить так. Естественно, раз то сойдем, то разойдем. Дети были в браке? Ну, это я и говорю. Кто у тебя? Как родила? Ну, пока я тебе сказал, что до рождения жили-то хорошо. Ну, а потом, как родила, пошло и поехало. Сына родила? Угу. Как сына твоего зовут? Владимир. Владимир. Давно ты его видел? Давненько. Сколько лет назад-то? Да, теперь я уже не припомню, в каком он году приезжал ко мне. Я работал на семиэтажке больницы, на пищеблоке, он приезжал. Ну, вот, уверовал ты. А он еще до этого приезжал. А жена у тебя, Вася, верующая была? Ну, как все. В миру. В церковь ходила? Да, изредка. Изредка ходила, да. А сын ходил с ней? Нет. А ты с ней ходил? Нет. Вместе в церковь не ходили его? Нет. Никогда. Потом разошлись, ты принял крещение. Один жил, да? Нет. После жены ты не женился? Ну, так... Согрешал с другими женщинами. Блудил. Ну... А потом, когда принял крещение, покаялся... поплакал, понял, что это грех, что этого делать нельзя. После крещения у тебя ничего не было. Ну, после крещения не было. Женщин после крещения не было. Ну, а зачем ты мне наврал, что были? Ну, ты как батюшка привязался к нему, я... А батюшка к тебе... Как банный лиц привязался к нему. Нет. Ты сказал, как батюшка. А батюшка задавал тебе такие... Перед батюшкой... Ну... Я... Чтоб отвязать... А если бы батюшка к тебе привязался, ты бы ему сказал, что... Так нет, я перед батюшкой-то исповедовался. Нормально. Когда? Ну, при крещении. При крещении, да? Ну, а вот... А после крещения ты когда-нибудь за 7 лет исповедовался? Угу. А почему? Ну, да... Исповедь не пошла, и... И все. Какая? Первая или вторая не пошла? Первая... Ну, после крещения первая исповедь. Не пошла, и все. Я трёхнулся. Больше не стал к нему подходить. Батюшке не стал подходить? Ну, если не пошла исповедь, ну... Ну, если... Не могу, а что я сделаю? А ты готовился к исповеди? Никого не готовил. Ну... То есть... А... Как ты без подготовки-то пошёл? А ты знал, что нужно? Ну, да, подготовка. Ну, вот... Ну, и эта подготовка, ну, какая... Ну, на бумаге написали, и всё. Ну, а я без бумаги... Не мог бы быть. Ну... Ну, рот запечатанный был ещё. Ну, вот. А когда на бумаге написали, ты всё произнес, что мы написали это с тобой? Угу. Да. И то, что написали, что у тебя женщина после крещения была, ты прочитал это? А что там было написано? Да. Да. Ну, и Бог... Бог простит. Простит... Простит что? Да, я не помню, что там было написано. Никого вроде не было такого написано. Про женщину. Да не было такого. Так всё же было или не было? Да не было. А что причащаться не стал тогда, раз не было ничего? Ну, так я оглашенный, кто мне будет причащен? Почему ты оглашенный? Ну, как почему? Оглашенные это те, кто готовятся к окрещению? Либо отлучённые за грех? За тяжкий грех? Ну, а меня как назвать? Ну, если в оглашенных хожу? Ну, отлучённые за грех? Ну, так нет. Батюшка отлучал тебя? Батюшка нет. А кто тебя отлучил? Да я откуда знаю. Я тебя отлучил? Просто что-то посовещались, взяли и отлучили. То есть, ты считаешь, что мы несправедливо тебя отлучили? Да почему? Ну, я долго не ходил в церковь. По справедливости. Ну, ты знаешь, что кто пропустит три воскресные богослужения кряда, тот отлучается от церкви? Ну, я говорю по справедливости. Ну, мы-то тебя не за это отлучили. Я так думаю. Ну, там ты у батюшки. А почему ты ходил, ходил, а потом перестал? Это как-то с женщинами связано было или нет? Какие женщины? Нет. Ну, я говорю, люблю эти ночи, но расслабился и всё, и не стал ходить. Ну, так ты когда и ходил к нам в храм, тоже же любил одиночество? Ну, тяга к Слову Божьему как бы угасла. И перестал поэтому ходить в храм. Ну, она так просто Василий не угасает. Угасает тяга к Слову Божьему, это когда совершаешь какой-то тяжкий грех. И Бог отворачивается от тебя. Девяносто процентов людей на мотарствах из-за блудного греха делают это. Ну, а ты вот сейчас в стадии оглашенных, получается, что ты на литургии верных не принимаешь участие. Тебе это не тяготит? Да как бы нет. Как бы нет. А почему? То есть, тебе разницы нету. Безразличие какое-то. Безразличие. То есть, тебе разницы нету, где в коридоре стоять, в притворе или с оглашенными. Когда говорят батюшка, оглашенные языки, ты выходишь с оглашенными и тебе... Ну, если я плотской духовного, то ничего нету. А было у тебя духовное рождение? Ты говоришь, я пал. Ну, было как бы. Чтобы пасть нужно, нужно стоять на ногах твердо, быть духовным. Ты когда-нибудь духовный был, до крещения был плотской. После крещения человек становится духовным. Обычно духовное рождение. Он читает Библию, ходит на занятия, благовествует, творит милостыню. В лагере там с детьми помогает, как вот у меня это было. Было у тебя такое? Не было. Ну, раз подъема не было, рождения не было, то и падения не было. Значит, ты был... Сухой грешник стал, мокрый грешник. Брак такой совершили ему. Рождения не было так. Аборт, как батюшка говорит, выкидыш. Получился такой духовный. Правильно я рассуждаю или нет? Ну да. Ну и... А ты сейчас знаешь, что тот, кто в притворе, он не член церкви-то? Да. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Да. Группа... 1800. Можно. Понедельник, четверг, 7 вечера, суббота с 9 утра в Юбленом парке. Подходите. Там огороженная площадка, она одна на центральной аллее. Селекционная, 11, ориентир к этому дому встать спиной и 700 метров пройти по аллее в парк. Да. Ошейник, поводок, собаку, лакомство, оплату. Оплату и лакомство. Лакомство. Если собака играет, то игрушку ее любимую взять. Ну, сумку для обозначения места еще. Первое занятие бесплатно. Подходите. Все. Да. Сегодня подойдете? Ну... Да. Как соберетесь, звоните. До свидания. А вот ты, говоришь, любишь одиночество, а ты вот у меня вот живешь. Тебе как больше нравится? Одному или со мной? Как бы ты мой опекун, конечно, я на всем готовенько. Не понял сейчас. Ну как не понял? Ну, ты как опекун, как опекун, опекаешь меня. Ну, я на всем готовеньком у тебя. Ну, а как бы мне не нравилось. Ну, ты интересный. Ну, а там надо, это, сопленный кулак мотать, дымом дышать. Ну, там же одиночество, тебе же нравится. Так, одиночество-то. И я и здесь чувствую тоже одиночество. Если ты, говоришь, это... Ну, отдельно ты ешь от меня на столе. Я отдельно ем. А почему мы по разным столам питаемся? Ну, я и говорю, я и чувствую одиночество. Ну, мы уже с тобой разговаривали, с тобой я тебя приводил местописание. Если брат в стадии христианина остается блудником, с таким и не есть вместе, ты мне исповедался, я поэтому за одним столом тебе и не ем. Поэтому ты вообще за общим столом не ешь. А оказывается, это ложь ничего и не было. Ну, как бы хотелось, чтобы из одиночества вытянули. Ну, вот, хотелось бы. Ты, наверное, молился об этом? Ну, ты же пришел на ползуново, сколько тебя не было? Ты через забор перелез. А зачем ты пришел? Так опоздал он. Я шел же. Тебя полгода, Василий, не было? Около тридцати километров шел и все под дождем. Ну, а зачем? До нитки промок. Зачем ты шел-то? Да, спроси. Ну, спрашиваю. Ну, я люблю ходить, но я же до этого говорил. Люблю ходить. Нет. А зачем ты пришел в храм, когда ты полгода не ходил? Что тебя подвигло этого? Ну, так. Ну, так. Ну, ты ходил, потом перестал ходить. Ну, и не ходил бы. Зачем? Да, я не помню. Ну, вспоминай. Да, отшибло все. Что-то другой друг. А, так я на службу хотел. Это уже. Я вторично приходил. Я до этого еще был в церкви. Да. Ну, вторично приходил. Ну, пауза у тебя, сколько ты не ходил? Полгода примерно ты не ходил в храм? Ну, я не засекал. Ну, примерно. Или год. Ну, я же. Ну, полгода. Может, меньше полгода. Да. Ну, долго тебя не было. Ну. Ну, а потом, почему вдруг? Ну, ты, во-первых, почему бросил ходить, а потом... Ну, бросил вот опять пято-десято. Ты же спрашивал у меня, почему бросил. Брось. Ну, ты говоришь. Ну, я тебе говорю. Ну, люблю одиночество. Опять я буду повторять. Да, потому что это не ответ на вопрос. Люблю одиночество. Ну, ты пришел в... Ну, как? Ты всю неделю одинокий. Ну, духовную жизнь. И съехал на нет. Я... Я и говорю, повторяю все. Хорошо. Съехал на нет. Бывает там. Съехал на нет. А потом-то... Ну, она съехала и съехала. А потом вдруг почему-то решил опять вернуться. В общем. Вернуться-то. Да. Когда ты через забор перелазил. Только когда я тихонечу. Когда ты тут что... Что тебя побудило? Ну, раз любишь одиночество и живи, зачем тебе обратно в общем-то приходить? Ну, только спасение души как бы. Надо спасать душу. Ну, я не знаю, как из этой ситуации... Вылезть. Уже, братья, что нам делать? Читал такое в Евангелии? Дошел до этого момента? Нет? Только я говорю. Я читаю. У меня следом все выветривается. Выветривается. Ну, вот и я не знаю, Василий, что с тобой делать. Хочешь ли ты душевного спасения или что-то другого ты хочешь? Ну, хочу, но не получается. Это труд, Василий. Труд над собой в первую очередь. И враг... Хочешь есть, а мочи нет. Хочешь есть. А знаешь, что тебе мешает больше всего в твоем духовном спасении? Что? Кто тебе мешает в твоем духовном спасении больше всего, знаешь? Не знаешь? Хочешь узнать? Иду. Вон, иди вон туда к дверям и увидишь. Иди, сходи. Сходи. К каким дверям? Ну, к входным, вот где дипломам. Вот там к диплому, вот где на дверях на моих входных. Иди к дверям туда. Вот прям ближе к дверям. Вставай. Еще поближе. Видишь, нет? А теперь направо посмотри. Иди направо. Направо повернись. Вообще направо. На себя посмотри. Вот. Видишь, нет? Ну, глаза подними. Что ты видишь? Ну, что ты видишь? Кого ты видишь? Ничего. А кого? Кто тебе больше всего мешает в твоем спасении? Кого ты сейчас видишь? Ну, видишь, да, я вижу, а... Ну, отвечай. А это... Сообразить не можешь. Я говорю, у меня на это... На физическом уровне, да. Кого ты сейчас видишь на физическом уровне перед собой? Ну, отражение вижу. Ну, кто там? Кто там больше? А это... Ну, иди сюда. В толк не возьму это. В толк не возьмешь. Как бы у меня это... Ну, я тебя сейчас растолкую. В толк не возьмешь. Постараюсь. Ну, у меня это... Как бы я... На другой планете, а это... Это другая планета. Ну, я как бы на другой планете нахожусь. А это... Отражение. Другая планета. Не другая. Ну, я не осязаю это вот... Не осязаю, как бы вот это... Божий мир вот это. Не осязаю. Ну, вот я тебя спрашиваю. Ты душу хочешь спасти? Ну, конечно. Вот. Кто твой враг в этом спасении самый главный? Хочешь узнать? Ну, враг... Ну, враг дьявол. Сатана. Ну, правильно. Адеяло. Сатана. Ну, правильно. Ты увидел его сейчас там туда ходил? К зеркалу ты подходил. Ты его увидел? Так, я тебе говорю, у меня связи нету. Зеркало и у меня самого связи нету. Я как бы на другой планете, а эта другая планета. Ну, я не осязаю этот Божий мир. Три ступеньки к спасению, знаешь? Первая ступенька. Отвергнись себя. Читал такое? Отвергнись себя. Отвергни свое Я. Самый главный враг в твоем спасении это я сам. То есть, вот ты, я, я. Ну, если у меня сотрясение за сотрясением было. Твое собственное Я. У меня было сотрясение. Я учился в училище. Я тебе рассказывал. Машина так вот три раза перевернулась. Я около колеса оказался бездыханным. Искусственно дыхание проводили. Ну, а сколько прошло времени, пока у меня это... Меня откачали. Это, может, минут десять-двадцать. Я же этого не знаю. Ну, на душу это как может отразиться? Нет, на мозгах. Ну, на мозгах. Ты разговариваешь. Ты читаешь. Ну. Ты соображаешь. Ты адвокатно отвечаешь. Ну, я не освязаю этот Божий мир. У меня связи нету. У тебя не было духовного рождения. У меня связи нету. У меня связи нету. Нету. С этим Божьим миром. Ты крещения принят. Связи нет у меня. Нету. У тебя не было духовного рождения. Тебе нужно родиться свыше от Бога. Стать его детем. Чтобы он для тебя стал любящим отцом. Понимаешь? Отцом, который ты чувствуешь помощь, что Господь тебе помогает. Ты же молишься. Ну, вот и второй раз у меня это сотрясение было. Я тебе рассказывал. Вот оно. Вот. Ну, было сотрясение. Ты же мог погибнуть. Ну. Я не знаю, как остался живой. Ангел-хранитель тебя сохранил. И череп целый остался. Да. Это Бог тебя, Василий, сохранил. Потому что рано тебе еще было умирать. Бог не нуждает. И высота вот такая была. Василий. На бетонный пол. Вася. Бог не желает смерти грешника. Но ждет, чтобы все покаялись. Ты покаялся, принял крещение. Исповедовался в грехах тяжких смертных. Вот. Вот. Потом ходил, ходил, перестал ходить. Потом опять стал ходить. Тебя опять отлучили. Тебе сейчас нужно опять к церкви приучиться. Господь-то пройдет за церковью. А ты сейчас вне церкви. Ты понимаешь это? Это надо вот. Вот. Сейчас вот будет опять батюшка в эти выходные. Ты хочешь с ним пообщаться опять? Как вот к исповеди готовились. Будем готовиться? Я пойду. Опять возьму бумажку. Опять будем писать. Опять пойдем. У тебя же после исповеди как у тебя? Все же заметили. Ты выпрямился. На мир стал открыто смотреть. Как будто груз с плеч свалился какой-то. Ты же помнишь это состояние? Ты улыбался. Мы пели с тобой духовные песни. У тебя рост духовный пошел. Было же у тебя такое? У тебя вот сейчас взлет и падение. То есть сатана. Ты много лет ему служил. И он не хочет тебя отпускать. Он тебя грехами. Вот. Первый грех это вот лень и объедение. Вот. Два страшные беса тебя держат. Не хотят тебя отпустить. А ленивые они не войдут. Ничто нечистое не войдет в Царство Божие. Господь заповедал в поте лица. Будешь есть хлеб свой. Ну ты сейчас пенсионер. Тебе как бы. У тебя пенсия есть. Тебе работать вовсе не обязательно. Но я знаю Игнатий Тихонович. Он тоже на пенсии. Пенсия. Но он каждый день трудится по нескольку часов. Как у него мозга есть или нет. И у тебя есть мозга. Так. Так. Продолжение следует...